Заканчивая месячник, человек с белой тростью и его организаторы на Брещене всегда проводят специальную конференцию, в рамках которой подводится итог проделанной работе. И поговорить было о чем. С 15 октября по 15 ноября состоялось множество семинаров, тренингов, конкурсов и культурно-массовых мероприятий, основная цель которых – улучшение жизни инвалидов по зрению, а также привлечение внимания общественности к их проблемам. Каждый месячник имеет определенную направленность. В прошлом году уклон был сделан в сторону молодежи. В центре внимания в текущем оказались средства и методы реабилитации. Каждый год мы стараемся наш месячник «Человек с белой тростью» сконцентрировать на каком-то одном серьезном вопросе, на какой-то одной глобальной проблеме. У нас рассматривались проблемы безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов по зрению. Был акцент сделан в прошлом году на молодежную политику общественного объединения «Белтец». Сегодня в рамках нашей пресс-конференции мы решили провести мастер-класс и познакомить всех присутствующих с той технической базой, которой мы обладаем, по крайней мере, правлением нашей областной организации. Я не хочу сказать громко, что мы имеем все новинки современные, но поверьте, что техническая база у нас достаточно серьезная для того, чтобы и показать, и обучить инвалидов по зрению, проживающих в городе Бресте и Брестском районе, пользоваться современными техническими средствами реабилитации. На учете в Брестской областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению состоит около трех тысяч человек. В основном это инвалиды первой и второй группы, то есть люди, которые практически полностью лишены способности видеть. Но, несмотря на все преграды, они продолжают жить активно и стараются стать максимально независимыми от окружающих. Большая помощь в этом вопросе – тифлотехнические средства социальной реабилитации, которые с каждым годом становятся все современнее и функциональнее, помогая незрячему быть максимально адаптированным к окружающей среде. С 2011 года на территории Республики Беларусь реализуются уже четыре проекта, международных образовательных проекта, которые мы проводим вместе со Шведской, Финской высшей народной школой Суэфи Академии, а также реализуем денежные средства американского госдепартамента. Все эти средства шли на то, чтобы обеспечить инвалидов по зрению всей республики, конечно, нашей области, в частности, современными тифлотехническими средствами реабилитации. Для создания безбарьерной среды много еще только предстоит сделать, и большая роль в этом принадлежит нам, тем, кто видит. Однако и сами инвалиды по зрению, участвуя в подобных программах и конкурсах, получая образование и даже покоряя Эверест, как единственный слепой альпинист в мире Эрик Вейенмайер, доказывают себе и окружающим, что потеря зрения – это не конец жизни, а лишь серьезное испытание воли человека, его характера и желания жить и приносить пользу обществу. Продолжение следует...